Несмотря на неоднократные повторы, кризис для российского человека является непривычной ситуацией, и его действия часто хаотичны. Всем нам памятны ночи, когда люди шли на приступ обменных пунктов в надежде сохранить свои деньги. Рассмотреть вариант вложения денег в недвижимость, а конкретнее в коммерческую, мы решили с помощью людей, которые имеют большой опыт и знания в данной сфере. Помимо жилых помещений есть еще коммерческая недвижимость, соответственно она в прибыли приносит больше денег, чем жилые помещения в плане аренды. Сдаются у нас площади от 500 рублей за квадратный метр до 4,5 тысяч рублей за квадратный метр. Соответственно, чем ближе к центру и станции, чем выгоднее находится данное коммерческое помещение, тем дороже стоимость квадратного метра. Например, я инвестор в средней руке, даже маленький инвестор. 30 или 15 миллионов рублей, возможно куда-то. В кризис же не надо их хранить под подушкой, правильно? Ну не стоит. А если поступило предложение мне вложиться в коммерческую недвижимость, какой бы совет вы бы дали? Я не финансовый аналитик, но со своей точки зрения я бы вложилась в коммерческую недвижимость, так как сейчас прослеживается дно рынка. И соответственно, в будущем, когда построится данное помещение, оно будет приносить неплохой доход. Инвестировать деньги во время кризиса придумали американцы. Но лучше это делать на самом дне. Поэтому мы попросили рассказать нам о динамике цен на рынке. Есть график квартальный. Видно, что третий квартал 2014 года у нас стоит квадратный метр 86,9. В четвертом квартале 2014 года идет повышение. Соответственно, первый квартал, второй квартал мы прослеживаем рост цен на примерно 3 тысячи за квадратный метр. Соответственно, третий квартал, четвертый квартал 2015 года идет снижение. То есть мы возвращаемся к уровню 86 тысяч за квадратный метр. Это цены на жилую недвижимость? Да, это график по жилой недвижимости. Ее больше продается вообще по всей, скажем, Московской области. Поэтому его проще вывезти. Но с коммерческой можно ее сравнить? Да, с коммерческой вполне можно сравнить. Единственное, цены будут немножко дороже. В городе Пушкино строятся коммерческие помещения. Как правило, это Тургенево 13, это Чехово 1, 2, 3. Там прослеживаются большие помещения. Соответственно, близко к центру стоимость квадратного метра будет стоить дорого. То есть вы как специалист, как оцениваете? У нас развивается это направление или у нас не хватает все равно? У нас не хватает коммерческой недвижимости и даже, скажем, торговых площадей не хватает. Людям приходится ездить в соседние города за покупками вещей. Своим жизненным опытом поделился Владимир Иванович Орлов, который строительством и инвестициями занимается уже не первый десяток лет. Он рассказал нам о вариантах движения денег, которые для простого обывателя не сразу очевидны. Кто сейчас хранил свои сбережения в долларах, он резко выиграл. В том варианте, он продав доллары, он в два раза больше рублевой массы приобрел. А приобретая в два раза больше этой рублевой массы, он, если, ну опять применительно, он в три раза больше приобретает. Если он эти рубли куда-то вкладывает? Вкладывает, естественно. Они держат подкладывать? Они держат подкладывать. Сейчас цена квадратного метра понизилась, а курс доллара резко увеличился. Если иметь в виду курс доллара, и у кого в долларах хранились деньги, они, естественно, выиграли очень сильно. По отношению, у них денежная масса в рублевом эквиваленте стала в два раза больше. В рублях. В рублях. В рублях в два раза больше. А квадратный метр уменьшился. В рублях они в два раза больше стали иметь, продав свои доллары. И приобретая, они еще процентов на 50, поэтому в два с половиной раза они в рублях выиграли. Внимание! Здесь имеется в виду вложение в недвижимость в момент, когда цены на нее на минимальном уровне. И когда недвижимость пойдет вверх, а человек уже сейчас вложил свои рубли в недвижимость, в жилье, в разные коммерческие, он опять увеличит свои деньги. На данный момент вообще недвижимость – это самый выгодный способ. Но у нас сейчас огромное количество зависло от недвижимости в связи с тем, что рублевая масса… Вот это интересно. Какой недвижимости? Мы только что были в агентстве по недвижимости, и она различила четко. Есть коммерческая, есть недвижимость жилая. Жилая. Да. Но самое выгодное вкладывать в коммерческую недвижимость. Почему? Ну, первое, жилье – это необходимость для жилья строится. Вот для человека коммерческая недвижимость – это всегда окупается и приносит прибыль. И, как правило, даже вот кто строит, создает коммерческую недвижимость, закладывается такая, ну, от трех до пяти лет, чтобы окупилась. Ну, это производство, или там организовать, или там в аренду что-то сдавать. Оно должно окупаться. Если оно будет окупаться более пяти лет, считается это уже не перспективно. Интересно. Неинтересно уже людям. Поэтому вот в этом и каждый смотрит, каждый. Но недвижимость, она сегодня упала в цене, она обязательно вырастет в цене. А может, не стоит задумываться? Жизнь одна. Купим себе автомобиль подороже, поедем в Испании, там, виллу купим какую-то, поедем, отдохнем на море, и так далее. А дальше жизнь как положено. Ну, это есть такие категории людей, они живут и не так, как вы сейчас сказали. Есть деньги определенные, есть доходная часть определенная. Они так и живут, отдыхают, прочее, и даже не заборачиваются по обретации недвижимости. Но, как говорится, деньги всегда имеют совесть скончаться. И плюс мы тоже растем, стареем, и уже приходит время, когда не надо никуда ездить. А еще появляются. Ну, а дальше, вот я говорю дальше, это мы живем, о себе только думаем. А если мы думаем о перспективе вообще-то, у нас дети, внуки и прочее, то, извините, в первую очередь надо думать о будущем своих потомков, а не просто так чисто эгоистически, мне хорошо, а с ними там, что хочет быть. Поэтому, однозначно, кто имеет возможность, там, 10, там, 15 миллионов, и он однозначно будет так и правильно вложить, чтобы это приносило доход и в будущее. Не просто что у меня, ну, пожалуйста, там, если мы посчитаем, 10-15 миллионов положили на книжку, и живи, не надо ничем не заморачиваться, жилье есть. А вот нормальные люди, которые просто не могут по-другому жить, они вкладывают эти деньги. И самое выгодное – это недвижимость. Деньги просто, они с долларом произошло, с рублем произошло, банк обрушился, все это происходит. А если у тебя построено что-то свое, там, магазин, автосервис, там, перерабатываешь какая-то дерево-промышленность, это все работает и на твое будущее поколение. Справедливости ради наши собеседники попросили обозначить свою позицию, что их точка зрения – это отнюдь не руководство к действию. Хочу обратить ваше внимание, что мы всего лишь провели анализ рынка и вложение каждого человека – это ваше личное дело и ваши собственные риски. Вот я, я бы, это опять риски каждого, дело каждого складывать. Я бы вложил, но это я только в свое мнение скажу, в коммерческую недвижимость, которую приносил мне прибыль впоследствии. А так это дело каждое тут советовать, тоже, извини, каждый по-своему думает. Потом скажут, что я на советую. Извините. Я так понимаю, другой по-другому понимает. Поэтому недвижимость – это самое лучшее вложение, в особенности коммерческое. С одной оговоркой – если есть у тебя жилье. А для заинтересованных лиц мы сообщаем свежую информацию. Для строительства пятиэтажного комплекса многоцелевого назначения на улице Лермонтово приглашаются инвестор, соинвесторы. Комплекс включает в себя автосервис с полным перечнем услуг и автомойку на первом этаже. Второй этаж – зал непродовольственных товаров. Третий этаж будет отдан под досуговый центр, который включает боулинг, бильярд, шахматный клуб и другие. Четвертый и пятый этажи предназначены для офисных помещений. Высота первого этажа – 6,6 метра. Высота со второго по пятый этаж – 3,6 метра. Площадь этажа – 1,000 квадратных метров. Первый этаж с учетом антресольного – 1,5 тысячи квадратных метров. Инвестор-застройщик Орлов РВ Разрешение на строительство получено 23 сентября 2015 года. Срок строительства – 11 месяцев. Телефон для справок – 8 903 700 98 99 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова